В Новый год с чистой водой жители села Горелая отметят праздник с артезианской водой из долгожданного водозаборного узла. Новогоднюю историю об испорченных чайниках и водонапорных башнях расскажет наш корреспондент Павел Юросов. Село Горелая, улица Заводская, 350 жителей. Заводской улица зовется не зря. Вода в эти дома поступала из скважины консервного завода. Скважина засорилась, водонапорная башня благополучно развалилась. С тех пор сельчане не могут ни пить, ни стирать, ни мыться. На первых этажах из крана два с половиной года текла желтая вода с душком. А уж до третьего зловонная струйка и вовсе не добиралась. Чистую воду приходилось покупать. Питьевую воду мы покупали, бутилированную, то есть наша семья именно покупала. Некоторые продолжали пить и пользоваться водой из центрального водоснабжения. Были проблемы с техникой, соответственно, вот накид как раз на чайнике остался от той воды, которая у нас была раньше. Вот маленький ребенок у меня, то есть ему вот сейчас, допустим, 7 месяцев. Было страшно купать просто ребенком. Мы кипятили постоянно воду. От воды бывшего консервного завода теперь не осталось и запаха. Новая водонапорная башня, артезианская скважина и коммуникации появились ровно к Новому году. Давление легко поднимет воду не то что на третий, но и на пятый этаж. Мы переложили 500 метров сетей, установили в течение месяца эту скважину, сделали санитарную зону, которая позволит нам доставлять до наших жителей чистую, хорошую воду, качественную и вовремя. Кратчайший срок – один месяц работ. А главное, что водозапорный узел успел встроиться в график подключения до Нового года. Жителям только в радость расстаться с бесконечными бутылками, ведрами и фильтрами. На месте сельчане устроили первую дегустацию. От новой башни, от новой башни, у нас такой нет. Чистую воду мало ценят, пока она литрами льется из крана. Но на улицу Заводскую новая башня принесла двойной праздник. Павел Юрасов, Валентин Толстых, Анна Мусатова, Область новостей.